31 мая еще называют днем свободным от курения. Но о нем, по всей вероятности, и не догадывается взрослое население Сочи. Дымят где угодно, не задумываясь о том, что доставляют неудобства некурящим, а еще показывают дурной пример детям. Но последние, правда, не без поддержки педагогов, решили сами призвать курящих родителей к здоровому образу жизни. Написали им письма о вреде табака, писали даже сами себе. У меня и так мама и папа не курят, а самой себе важнее сейчас написать, потому что мама и папа знают, что курить вредно. А я могу, как сказать, посмотреть на всех остальных и тоже начать курить. У нас получилось пять человек, которые написали наиболее интересные обращения. И сегодня мы во всемирный день без табака наградили данных победителей и также проводим соревнования. Поскольку мама и папа не курят, то мы пригласили семьи для того, чтобы дети могли понять, что с семьей можно заниматься и спортом, и без вредных привычек. Многие родители поддержали своих детей и утром у Центра внешкольной работы участвовали в командах семейных соревнованиях. Здесь же прямо на асфальте девочки делали таблички, с которыми можно делать селфи и выкладывать фотографии ВКонтакте или Инстаграм. Сейчас в последнее время у нас стало очень модно фотографироваться. И для того, чтобы как-то разнообразить жизнь и не понять, почему ты фотографируешься, сейчас стало модно такие некие слова показывать. Это, например, я за здоровье, счастье, дети. Или, например, зошь. Здоровый образ жизни. Это сейчас тоже стало модно. Мода на спортивную фигуру, хорошее здоровье и правильный образ жизни – это своего рода защита нынешнего и будущего поколения. Сочинские дети против курения. Сегодня они говорили об этом весело и звонко. Участвуя в подобных мероприятиях, они объясняли табакозависимым людям, что курить вредно и находиться рядом с курящими людьми детям совсем уж не полезно.